Добрый вечер! Столичные подробности готовы рассказать о том, что сегодня происходило рядом с вами, но возможно осталось незамеченным. В студии Наталья Михайлик. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 -"Такая проблема возникает у наших корреспондентов практически ежедневно. Здание телеканала СТВ находится в самом центре города, в квартале у Площади Победы. Часто выезды выпадают на час пик, а самая главная задача успеть к выпуску новостей. Риск не попасть в эфир честенько изрядно щекочет нервы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Теряют те люди, которые ожидают на остановке, которым не успел подъехать автобус. Теряют люди, которые сидят в легковых автомобилях. -"Попробуем посчитать, сколько для всех нас стоят пробки. Если взять ВВП на душу населения, то на одного человека в час приходится 6 рублей. Если в этом автобусе едет 50 человек, и он остановился на 15 минут, то стоимость этой остановки будет ровно 65 рублей, что в 100 раз больше, чем стоит этот талончик". Во многом решение проблем зависит от самих минчан. Например, очень часто вся правая полоса, выделенная для общественного транспорта, забита легковушками. Сплошь и рядом водители игнорируют запрет на парковку возле остановки. В итоге из-за задержек примерно 500 автобусов в месяц не выходят в рейс. И хоть это даже меньше процента от общего количества, ждать автобуса на морозе в два раза больше мало кому нравится. Бывают некоторые маршруты, которые от графика стоят на 15-20 минут. И вот представляете, состояние пассажира, который стоит на остановке и смотрит по расписанию, автобус должен прийти в одно время, он, к сожалению, не приходит. Мы остановки оборудовали электронными табло. Их порядка сегодня 170 в городе. Очень зарекомендовали они себя с хорошей стороны. Помимо электронных табло, дорожники и транспортники экспериментируют, чтобы решить проблемы. Так на Маяковского и Притыцкого правые повороты выделили в отдельные полосы. На Лабанка тротуар на остановке выдвинули как платформу ко второй полосе. На Немегии проспекте независимости постоянно меняют время зеленого сигнала светофора. Главная задача – научить водителей новым маршрутам по первому и второму кольцам. А значит, разгрузить самый центр города. Григорий Заренок, Сергей Васюкевич, Тамир Малак, Андрей Иваненко, телекомпания СТВ. Вынужденный фитнес жителям многоэтажки, которым приходится месяцами ходить пешком. Густой пары из-под земли посреди проезжей части и едкий дым в общежитии. Наш дежурный по городу Александр Апанасек сегодня не без помощи телезрителей о том, что волновало минчан. Ежедневные физические нагрузки приносят пользу для здоровья. Однако когда это твой собственный выбор, жильцы и этого подъезда такого выбора лишены. Четвертый месяц подряд в их доме отсутствует лифт. Номинально он, конечно, присутствует, однако функцию свою не выполняет. Ситуацию усложняет, что в третьем подъезде по адресу Якубовского, 23, живет много пожилых людей и молодых мам. Им с девятого этажа порой практически невозможно спуститься без посторонней помощи. Мария обращалась во многие инстанции, однако лифт и ныне тут. Люди, я знаю, даже перестали выходить просто на улицу, потому что не в состоянии подняться обратно по лестнице. Неоднократно становилось плохо. У меня лично он просто рвал спину, т.к. полторолетнего ребенка на седьмой этаж. Я в положении тоже, мне тяжело подниматься. Вот такие кадры с густым паром из-под земли посреди проезжей части на перекрестке Козлова-Румянцева мы получили от наших телезрителей. Оказалось, неполадка возникла в подземных коммуникациях. Пришлось откачивать воду с тепловой камерой в ливневую канализацию для того, чтобы точно определить повреждения сети. На обеспечение жителей горячей водой ситуация никак не повлияла. Этот участок мы определили повреждения, после чего прекратили откачку, парения тоже прекратились. Сейчас этот участок у нас выделен и в ночное время, либо сегодня в ночь, либо в следующую ночь мы определимся, мы это повреждение устали. Пожар в общежитии на Сурганово и снова видео от наших телезрителей. Горела небольшая прачечная, однако произошло сильное задымление. ЧП случилось всего несколько часов назад. Пострадавших нет. На месте происшествия работало 4 пожарных расчета. Ваша информация может стать поводом для сюжета. Звоните на горячую линию 029-600-700 и помните, в делах большого города не бывает мелочей. Александра Панасюк, Сергей Васюкевич, телекомпания СТВ. Неудачные эксперименты с платежами онлайн. Мечане с трудом осваивают новую систему оплаты коммунальных услуг в системе ЕРИП. Каждый восьмой житель столицы неверно вёл данные счётчиков. Наиболее распространённая ошибка – неточность при внесении показателей по фактическому потреблению за прошедший период. Те же, кто вовсе не разобрался, что нужно вписывать в графу, просто ставили ноль. Сложнее всего, горожанам даётся оплата воды. Всего-то и нужно делать, что увидеть текущее значение счётчиков и их же, собственно говоря, и внести. Что удивительно, такая же система внесения данных действует давно же по потреблению электроэнергии. Но почему-то с водой, в общем-то алгоритм прежний, а какие-то проблемы возникли. Основные ошибки минчане совершили в последние дни месяца, когда всё делалось в спешке. Напомним, что предпочтительным временем для внесения платежей является период с 15 по 25 число каждого месяца. В Минске с размахом празднуют 30-летний юбилей ветеранской организации во всех районах города. В эти дни поздравляют и награждают людей, которые сражались за освобождение нашей страны от немецко-фашистских захватчиков и тех, кто всю жизнь посвятил работе на производстве. Душевный праздничный концерт и сегодня никого не оставил равнодушным. На территории района проживает около 40 тысяч ветеранов труда. Наша районная организация ветеранов заводского района объединяет порядка 14 тысяч. Наша ветеранская организация живет очень активной жизнью. Они проводят различные конкурсы, фестивали. У нас такая своего рода как преемственность поколений. Ветераны, ветераны войны и молодежь, которая готова принимать, слушать, слышать, ну и своего рода благодарить за то, что у нас есть такие люди. Череда праздничных мероприятий продолжится. К примеру, в заводском районе готовят массу сюрпризов. Это все столичные подробности на сегодня. В студии новостей, которая всегда рядом, работала Наталья Михайлик. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова